Я всегда вспоминаю Ходжалы. В то время, когда я буквально несколько дней после геноцида Ходжалы приехал в Агдам, я не был ни эмоционально, ни как журналист, готов к тому, что я там увижу. Я не был готов, что в современном мире я увижу настоящий фашизм. Я думал, да, на войне люди гибнут от пули. От осколков. Но я никогда не думал, что я увижу такое большое количество убитых мирных жителей. Я долгое время ходил в все места, Агдамская мечеть, значит, были помещения около гостиницы, где держали раньше машины. Там быстро обустроили помещения для принятия большого количества трупов. Я ходил в Агдамский госпиталь, я ходил в санитарный поезд, который стоял рядом с Агдамом. И знаете, день из-за дня я приходил в настоящий шок, в ужас. Среди убитых взрослых было большое количество убитых азербайджанских детей. Многие семьи были полностью уничтожены. У ходжалинцев, у некоторых ходжалинцев, по результатам судебно-медицинской экспертизы, скальпы были сняты еще живым. Вот прошло 30 лет, и многие из них впервые об этом слышат. Но когда происходит такое зло, как произошло в Ходжалы, и когда в нем участвует в этом геноциде, в этом военном преступлении против человечности, участвует высшее руководство тогдашней Армении во главе со Сержем Саркисяном, тогда, хочешь или не хочешь, задумаешься. Зачем тогда нужны СМИ? Зачем тогда нужны журналисты, если мы не пишем правду? Я думаю, мир придет на Азербайджанскую и, скажем, Армению, тогда, когда армяне признают свою вину, тогда, когда армяне покаятся за эти убийства. Эти этнические чистки были не только ходжалы. Во время войны 1992-1994 года они проводились по всей территории, оккупированной территории. До сих пор более 4 тысячи азербайджанцев числятся пропавшие без вести. Ходжалы, знаете, должны не только писать, об этом должны СМИ кричать, потому что до сих пор ни один военный преступник, в том числе Серж Саркисян, не наказан.